привет привет сейчас у нас октябрь я думала что когда я буду записывать видео я буду наряжаться я буду там как-то краситься это так будет нравится это так будет интересно вот кстати на холодильнике у меня такой удобный магнит смотрите то есть допустим здесь можно писать что-то писать да это например там что хочу приготовить скрепка на магните вот здесь магнит вот так вот защелкиваем здесь что-нибудь пишу ну например я напишу сейчас скажу что напишу написал и креплю это вот сюда сегодня у нас как-то не очень светло на улице поэтому у меня включена лампа которая светит сверху и обычная комнатная лампа да и вот когда я в общем думала что буду снимать ролики я думала что это так здорово да мне очень нравится смотреть на блогеров которые уделяют внимание самому внешнему виду я думала как это здорово и интересно так наряжаться есть там какие-то свои вещи там показывать это так и все интересно но на практике это вообще не так потому что ну если я сижу дома да и там блин не вот просто не хочется то есть я такая думаю ну да вот есть тема можно записать на эту тему там например какой-то youtube ну какой-то ролик да это ж нужно одеваться расчесываться делать прическу сегодня я опять уложила волосы пенкой вот то есть самое три минуты максимум который я могу там быстренько одеться да то есть я поняла чтобы заранее то что я хочу одеть и потому что я поняла что ну когда я смотрю других блогеров очень важно чтобы было что-то яркое я вчера купила себе ободок вот такой вот давно хотела купить себе ободок но не решалась потому что я помню что раньше когда я покупала ободки они вот как бы вот здесь вот немножко так сдавливают это не очень удобно вот и водичку этот работал такой мягкий обшитый тканью и я вам просто ну для меня сейчас очень актуально потому что у меня отрастает челка пока не знаю что я буду с ней делать вот и ну пока думаю может быть немножко отдохну потому что я летом выстригла так очень коротко я довольна потому что долго думала перед тем как вообще выстричь челку и я где-то услышала что такую рекомендацию если вы хотите в очередной раз залипнуть в телефоне потому что вам скучно просто пойдите и сделать какое-нибудь интересное действие я пошла я выстричь челку я очень долго боялась я хотела не боялась выстригать потому что я понимала что он будет отрастать потом это все ну как бы долго на самом деле все нормально все окей я довольна что и выстрелила может просто чуть-чуть похожу с более длинными волосами более длинной челкой потом чуть-чуть не хорошо у меня такая квадратная форма лица и не хорошо когда когда вот что-то да здесь как-то так пышность какая-то вот и да я думаю что я такая мне будет нравиться пол я думал я буду полчаса краситься наряжаться и вот вся такая прям вообще по факту это все не так ну то есть вот я думаю где ближайшая кофта какая-то более-менее там ярко которую я ну какая-то симпатичная которую я могу надеть блин это ж нужно одеваться вот мне первая мысль я даду записать какой-нибудь ролик да я сегодня ну вот хочу записать ролик на тему страха обидеть другого опять непонимание да то есть говорить вот через я высказывание или через ты высказывание я решила для себя что наверное когда я буду записывать ролики на какие-то психологические темы вот там я чисто вот буду только на эту тему и иногда допустим как вот ну вот вероника степанова допустим она же на психологические темы записывает она что-то иногда вставляет да может быть я буду тоже да но не слишком то есть болталка это отдельно а психологический ролик это отдельно но какие-то элементы я буду вставлять потому что мне сам может интереснее смотреть вот и да и на самом деле так не охота ну то есть вот прям такого чтобы краситься наряжаться даже когда надо выйти куда-то ну полчаса это для youtube ролика он буквально на две минуты я быстренько одеваюсь а вода и вот по поводу ободка я поняла что важно когда вот какие-то вот такие яркие какие-то вещи да там вот в том числе когда на голове что-то яркое часто вот у блогеров тоже какие-то сережки яркие вижу вот так же когда записываю шоты я поняла что все таки нужно записывать шоты вот часто бывает в общем вот это превью на шоте она не нравится да и я видела рекомендации там заливать еще ну заливать еще да то есть пока не понравится превью но я подумала что всегда нужно смотреть то есть сколько вложено и сколько как бы отдачи то есть не нужно слишком там вкладываться в минутный ролик но часто с шотами там берут какой-то самый яркий такой жест я так поняла либо когда есть какая-то ну кстати как один из вариантов что у меня такая ускоренная речь да один из вариантов это говорят если вот ты хочешь чтобы здесь да было превью сделать надпись какую-то и скорее всего превью будет таким пока я не делаю никакие превью не разбираюсь в этом я решила что потихоньку постепенно я смотрела какие-то старые блоги и сейчас вот известные блогеров им ну и как бы решила тоже что все постепенно вот ну с шотами да есть такая как бы ситуация что я не люблю слово проблема я не говорю заменяю на слово ситуация что часто превью не нравится а я уже там составила описание теги да тоже кстати вот стоит ли там писать теги описание то есть слишком вкладываться минутный ролик вот в общем да пока вот прям сказать что это как а сейчас я запишу какой-нибудь ролик на какой-нибудь тема психологические границы и я так оденусь красиво накрашусь и вот вся буду такая красивая нет это не так так тема такая это интересно ну как бы хочется рассказывать да ну блин то что нужно одеваться нужно краситься да вот у меня кстати яркая внешность да такая вот но я заметила что когда я ну немножко тональный тональным кремом да как бы делал все равно ну как-то лучше смотрится да и вот вроде бы яркая внешность но вот подкрашенные реснички там чуть-чуть да это ну действительно она как-то лучше смотрится вот и в общем да вот когда я записываю ролик вот я три минуты просто так вот выглядит вот потому что ну в общем я поняла что то о чем я думал что там буду краситься такая вся красивая и нарядная это вообще не моя тема вот сейчас хочу записать ролик кстати решила да я что буду в болталках вот пока не понимаю ролик на тему психологические границы как сказать нет страха бедит дам другого вот там дам ну вот хочу сказать инструмент даже какой-то ну так как бы и ну с какими трудностями сталкиваюсь я решила я что буду болталках об этом говорить я не понимаю говорить допустим сейчас конкретный пример приведу я думаю если я откажу другом то он больше не найдет место где он может получить поддержку либо ты думаешь если ты не можешь отказать другому то он больше не найдет там человек который выслушает в основном вот я заметила что блогер говорят и через я и через ты высказывания то есть не чередуют больше через ты высказывания или там допустим там ну что например что за этим стоит твоя ранимость и чувствительность или за этим стоит моя ранимость и чувствительность в общем я пока не понимаю эту тему я сбиваюсь я путаюсь вот так что так решила записывать лучше я буду записывать там три коротких ролика по пять минут да ну на какие-то конкретные темы пока заводить как у некоторых блогеров там даже небольших по три-четыре канала я не вижу смысла так как это просто место моего творчества вот еще хочу детские стихи тоже рассказывать и ну пока не буду просто не это не нужно какие-то лишние трудности сложности и еще я пока не знаю как там привет 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 легко да и как вот что ну ладно все принципе поделилась чем хотела все пока пока я сама кстати вот это слово пока пока же какой-то для меня пока пока это как тоже немножко триггер отвержения и имя то что это говорит пока пока этот разрыв контакта вот поэтому ну ладно это же просто ролик нам просто там вот есть начало вот есть конец и будет следующий ролик вот пока пока